Вика Дайлова Я положила руку на лист за списком дел, обкла и прокрасила тушью. На сером бедне проступили буквы, напечатанные на обороте. Красивые и хрупкие. Мне это очень тронуло. Мне захотелось их заберечь. Ксервис, еще ксервис, но мне этого было мало. Я поняла, что нужно их дорабатывать и выводить до моего состояния. Я взяла тушь, масло, я мяла, бросала в воду, обливала, красила, ксерила еще. Так вышла эта серия. Я выразила в ней то, что я чувствую. Без слов, ненавязчиво. Я не заставила никого себя слушать, успокаивать, обращать в себя внимание. Зритель может прийти, посмотреть и проникнуться. Я делаю то, что чувствую. И это не только мое творчество. Это еще и восприятие смотрящего. Всем добрый день. Мое имя Марусева. И наша выставка называется «Тень пора». В первую очередь бы хотелось сказать о самой выставке. Конечно, у нас есть текст концепции, но еще хотелось бы сказать в общем. О том, что мы студенты, ученики. И мы неравнодушны к тому, что происходит в этом мире. И это выставка, и мы решили это и показать. Ну, теперь конкретно, наверное, про свою серию. Она называется «Пробел». Но, потому что подойти, что это «Пробел», сначала я решила изучить вообще тень предмета. Потому что тень — это отражение предмета. Оно серое, четкое, порой неуверенное. Наверное, именно в нем содержится то самое неуверимое, то, что не видно на первый взгляд. Также для меня тень — это пробел. Пробел, в свою очередь, это промежуток и расстояние. Когда мы говорим, мы делаем паузу, тот самый пробел, для того, чтобы остановиться и подумать. Это расстояние, оно не пустое. Оно имеет свое наполнение. И неважно, наполнено ли оно до конца, до края или совсем на середину, имеет значение, чем оно наполнено и как. Эта заполненность, она не пустая. В ней существуют вещи, предметы, музыка, звуки, ассоциации. То есть все, что связано с временем. А время — оно настоящее, будущее, прошлое. В нем существуем мы, в нем существуют предметы. И это важно. И от характера и способа существования этих предметов зависит их, собственно, внутреннее наполнение, их материальная оболочка. И это тоже очень важно. Моя серия, она состоит из определенного количества работ. И через все работы проходят определенные линии. И первая работа называется «Предметно-определенная». То есть это четкое впечатление от предмета. То, какое он есть, его материальная оболочка. Чайник, мы видим чайник, он так и написан, собственно, чайника. Следующая работа называется «Пробел в памяти». Это то, когда мы выделили какой-то объект, и у нас от него пошло определенное впечатление. То есть в этот момент мы услышали какие-то звуки, голоса, и, может быть, какая-то музыка играла, кто-то рядом проходил, уронил вокал. И это становится пробелом в памяти, которая постепенно должна чем-то наполниться. Следующая работа называется «На таком расстоянии время становится пространством». Это уже пошли конкретные образы и предметы, с которыми связано определенное время. Дальше идет работа, она называется «Вижу каждый день». Это там изображены ботинки, и через них мы видим силуэты домов. Следующая называется «Хайка принимал тепло». Но это тоже силуэты, образы и воспоминания. И предпоследняя работа называется «Изображение серой и уверенной». Это когда мы уже собрали все эти образы, впечатления, воспоминания, все эти звуки, голоса. И у нас это вылилось в какую-то определенную картинку. Но подчас она действительно неуверенная. И последняя работа называется «Наполнить». Это большое количество белых пробелов, которые следует наполнить и наполнить грамотно и осмысленно. Это такое «Файка, влюбллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл